Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной выпуск судебной практики, на этот раз за октябрь 2016 года. Прежде чем непосредственно рассматривать интересные судебные акты, которые были приняты в октябре, следует дать общую характеристику деятельности Верховного Суда за октябрь 2016 года. Здесь следует сказать, что на удивление было мало рассмотрено дел судебной коллегии по экономическим спорам, ну и естественно дел, связанных с налогами. А именно было рассмотрено всего одно налоговое дело, это дело Когалым-Авиа. Здесь, безусловно, следует оговориться, что по Когалым-Авиа было принято несколько судебных актов, но эти акты, они по своему содержанию идентичны, просто они приняты по разным налоговым периодам, но содержание и выводы одни и те же. Дело, безусловно, интересное, но я полагаю, что те, кто интересуется как налоговым правом, так и судебной практикой по налоговым спорам, об этом деле знают и знают о тех проблемах, которые были подняты в данном деле. Еще я хотел бы обратить внимание на дела Евразрут. Это дела, связанные с налогом на добычу полезных ископаемых. В принципе, по данным делам принимались отказные определения судью Завьяловой, но я обращаю внимание, потому что достаточно много актов, хотя они идентичны, но на них, я думаю, следует обратить внимание. Ну а непосредственно переходя к рассмотрению судебных актов, следует начать с дела индивидуального предпринимателя Климентьевой. В данном случае индивидуальный предприниматель пытался, пыталась оспорить решение налогового органа по процессуальным основаниям, а именно то, что протокол рассмотрения материалов налоговой проверки был подписан не всеми лицами, которые участвовали в этом рассмотрении, а именно данный протокол был подписан только, по-моему, замначальника налоговой инспекции. И суд указал, что данный довод не может служить основанием для признания решения недействительным. В целом, безусловно, таких споров очень много, но я привожу данный акт, чтобы в принципе проиллюстрировать ту тенденцию, которая в принципе существует на данный момент в судебной практике, а именно то, что процессуальные споры, извиняюсь, процессуальные нарушения в большинстве случаев не рассматриваются судами в качестве основания для признания решения недействительным. В этой связи налогоплательщикам необходимо прежде всего сосредоточиться на материальных, сущностных доводах, которые указывали бы о незаконности решения. Ну а что касается процессуальных доводов, то они должны быть на последнем месте. Ну понятно, что, безусловно, в случае, если нет каких-то материальных доводов налогоплательщика, остается приводить только процессуальные доводы, но при наличии только процессуальных доводов следует понимать, что шансов выиграть спор фактически нет. Следующее интересное дело – это дело Дальневосточного территориального управления. Вообще судебные акты по данному делу были не в пользу налогоплательщика, но в пользу налогоплательщика был вывод, связанный с привлечением к ответственности. А именно здесь следует обратить внимание, что в качестве одного из смягчающих обстоятельств судами было учтено, что изменялся порядок обложения. Ну в данном случае порядок обложения земельных участков изменялся законодательно. И в этой связи судьи посчитали, что умысла на нарушение законодательства не было, и в связи с этим снизили сумму налоговой ответственности, сумму штрафа. Что здесь следует отметить? Что в принципе то обстоятельство, что суды учитывают, сам факт изменения налогового законодательства, как, возможно, причину нарушения налогового законодательства, это, безусловно, хороший и правильный подход. И налогоплательщикам следует обратить на него внимание. Потому что налоговое законодательство, оно достаточно динамично, часто изменяется, и поэтому налогоплательщики могут либо не понять изменения, либо просто-напросто не учесть изменения, которые произошли в налоговом законодательстве. И данное обстоятельство, по крайней мере, может служить основанием для уменьшения налоговой ответственности. Хотя, на мой взгляд, в связи с изменениями законодательства можно ставить вопрос не только о смягчении ответственности, но в определенных случаях можно ставить вопрос в принципе об освобождении, об ответственности в связи с отсутствием вины налогоплательщика. Но все это зависит от конкретного спора. Следующее дело – это дело «Газпром Трансгаз Ухта». Здесь достаточно банальный вывод, но все-таки на него следует обратить внимание. А именно налогоплательщик попытался обосновать свои расходы счетами-фактурами, указывая, что они документально подтверждают произведенные расходы. Однако суды указали на то, что в данном случае счета-фактуры – это документ, который используется при определении налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и не может подтверждать расходы, которые учитываются по налогу на прибыль. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До встречи. Продолжение следует.